Палитра в роли пенала и мольберт вместо привычной школьной парты. В учебных мастерских детской художественной школы кипит работа. Ребят учат переносить на бумагу образы и настроения, правильно передавать игру света и тени, соблюдать естественные пропорции и придавать законченные своим произведениям. Точно так же, как полвека назад, еще в здании школы-интернат номер один это делали первопроходцы, художники-энтузиасты, которые в далеком. В 1970 году открыли детям из глубоко засекреченного и во многом отрезанного от культурной жизни страны города «Двери в мир изобразительного искусства». Не было никакого оборудования, был очень бедный натурный фонд, но отношения, вот отношения этих людей, которые начинали эту школу, было настолько трепетное и такое уважительное, что мы летали на крыльях просто в эту школу. В свое нынешнее здание на улице Академика Харитона детская художественная школа переехала в 1976 году. Эти стены стали по-настоящему родными для нескольких поколений соровчан, а кто-то и вовсе нашел здесь свое призвание. Как, например, Юлия Мордвинова, которая живет и работает в Норвегии. Это ее работы вы сейчас видите на экране. Другой выпускник, Денис Тарелкин, занялся промышленным дизайном, успев поработать над обликом спорткаров одной небезызвестной итальянской компании. Сегодня в детской художественной школе занимаются не только дети, но и взрослые, которые чувствуют себе тягу к прекрасному. Ну, мне кажется, у любого творческого человека, вот с детства, кто рисовал, и он всю жизнь продолжает, то есть это самовыражение, то есть он не может без этого, он всегда рисует для себя, дома. Ну, я не могу просто не рисовать. За 50 лет существования детской художественной школы в нашем городе сложилось целое объединение людей неравнодушных к изобразительному искусству. Оно называется «Художники Сарова». Большинство его участников объединяет то, что когда-то еще детьми после школьных уроков они бежали в любимую художку, где их учили говорить на языке красок. У художника должно быть что-то, что он может сказать. Допустим, какие-то поэты или писатели свои произведения пишут и доносят свою мысль словом до читателя. У нас это изобразительные символы. Да, это рассказ, но изобразительными средствами. Празднование юбилея в детской художественной школе начали готовить давно, но пандемия нарушила эти планы. Изобразительное искусство не может существовать без зрителя, поэтому торжественные мероприятия решили перенести. Пока что на начало следующего года. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.